Бороться, не сдаваться, жить до конца У нас от Ксюши сообщение пришло Как служителю не выгорать эмоционально? Ведь ты стараешься служить Богу на пределе своих возможностей Очень кстати, Ксюш, вы задали мне этот вопрос Где-то пару дней назад я закончил читать книгу автобиографическую Михаил Шумахер, просто прославленный, как о нем пишут Легендарный гонщик, исключительный человек, феноменальный талант Так вот, в своей книге он, вспоминая о себе, пишет В каждом повороте я ищу грань Когда он едет по трассе, он говорит Так вот, в каждом повороте я ищу грань Я ее просто чувствую, и все Но чтобы найти эту грань, я должен на входе в поворот Быть быстрее, чем это кажется возможным Итак, первый вывод делаем, Ксюша По поводу служителя, который должен научиться не выгорать эмоционально Ему нужно во время выполнения своих дел, решения каких-то задач Он должен делать это как бы лучше, чем даже ему кажется это возможным То есть, как бы перенапрягать себя, еще внимательнее слушать, еще больше усилий приложить Но заниматься этим не каждый день, не постоянно Только тогда, когда наступает соревновательный период, когда конкретно решаются задачи Но дальше Михаил Шумахер говорит Только так, вот когда на входе в поворот я быстрее, чем это кажется возможным Прохожу этот поворот Только так я могу найти самую важную позицию Которая позволяет мне либо обогнать, либо удержаться на первом месте И доказать себе, что я могу показать лучший результат, чем прежде Разумеется, я не самоубийца, говорит Шумахер Я не стану игнорировать возможности своей машины рисковать жизнью Чего я хочу? Это выжать из машины максимум И вот, Ксюша, мы отсюда тоже делаем связку с вашим вопросом Как служителю не выгорать эмоционально? Нужно знать, вот так же как Шумахер, возможности своей машины А служитель должен знать возможности своих способностей, навыков, дарований, талантов Он должен знать, на что он способен Сколько он может выдержать Для этого ему важно поговорить с людьми, которым он доверяет Чтобы они ему сказали, на что ты способен Как служитель И вот здесь, когда он понимает, на что он способен Он должен учиться выжимать максимум Из своих способностей Это будет его страшно истощать Но это не будет эмоциональным выгоранием Это будет, ну как бы он взял, налил в кружку воды И выпил ее полностью Она стала пустой Чтобы туда можно было налить еще водички Когда человек эмоционально выгорает Это означает, что он полностью выпивает стакан воды И ему неоткуда налить еще воды А он хочет Она ему нужна Вот что означает эмоциональное выгорание Поэтому Но машина, чтобы из нее выжать максимум Знаете, на гонке Формула-1 Там ведь целая команда, в частности, команда Феррари Где выступал Михаил Шумахер Она в течение всей этой гонки Меняет колеса Следит за вообще всем, что происходит с машиной Там компьютеры установлены Датчики, которые фиксируют состояние Самого гонщика и этого спортивного болида То есть машины Вот точно так же и здесь Очень важно, чтобы кто-то Знал, что происходит с этим служителем Как он себя чувствует Где у него начинается перегрев Где он до предела доходит Для этого важно, чтобы этот служитель Имел рядом с собой людей Которых он допускает Достаточно близко к себе Чтобы они чувствовали Чтобы они видели и понимали Каково его состояние И что очень важно Он должен прислушиваться к ним И периодически, даже во время соревнований На Формуле-1 Машина останавливается Чтобы ей заменили колеса Или что-то там еще заменили И вот точно так же у служителя То есть нужна какая-то Конкретная передышка Когда он решает активно какую-то задачу Нельзя взяться и пахать И вот в усмерть Так нельзя Это будет эмоциональным выгоранием Пока на этом остановимся Ксения Спасибо вам за ваш вопрос Прямой эфир День добрый продолжается Меня зовут Евгений Не только отвечаю на вопросы Но также даю практические рекомендации Пользуйтесь возможностью Пока она есть Звоните по бесплатному номеру 8 800 200 11 34 Радио Деус Радио Деус Редактор субтитров А.Семкин